Добрый вечер, друзья! С вами Владимир Добров, Ческом.ру. И сегодня я с вами проведу небольшой обзор одной из ярких партий, сыгранной сегодня. И, безусловно, нашему вниманию, вашему вниманию, прежде всего, партия Дани Дубова против Сантоша Ведита. Партия сложилась для нашего шахматиста непросто, хотя, в общем-то, он вел борьбу прекрасно. И с дебюта, как отметили и Александр Костюмин, и Александр Кобельщук, которому тоже большой привет, сложился для него более чем хорошо. Итак, была разыграна у нас такая вот итальянская партия, итальянские мотивы. И Ведит сыграл Д6. Здесь огромное количество продолжений у белых, начиная с хода конь БД2, слон Ж5, рокировка. И Даня сыграл слон Ж5. Такой ход. Не сказать, чтобы он какой-то ядовитый, но, в принципе, он провоцирует обычный черных на реакцию, связанную с ходом Ж7-Ж5. Но это в этом продолжении, которое встречалось во многих партиях. Ход Ж5, скажем, Ж5, слон Ж3. Было немало здесь идей, прежде всего, связанных с ходом слон Ж4. И конь Аш5 играл, например, у Алексей Широв. Здесь сложнейшая борьба. То есть черные с одной стороны открывают фланг королевский, с другой стороны тут свои зацепки происходят. И поля также обнажаются. К этой борьбе, к открытой борьбе Даня всегда, в принципе, готов. Даня является одним из ярчайших тактиков мирового уровня. И, безусловно, готов к любому такому продолжению. И Винит ответил А5. Ход достаточно редкий. Он встречался в партиях Аниши Гири. Ход, который позволяет слону получить поле А7. Но в то же время, вот этот вечный вопрос, куда ставить пешку на А6 или на А5, он будоражит весь шахматный мир до сих пор. И в этой позиции Даня применял достаточно новую концептуальную идею. Осуществил ход коня А3. Это еще не встречалось. Можно сказать, что это действительно новинка. Вполне возможно, что подготовленная новинка. И перед Винитом стал вопрос, оставлять ли коня на А3, который может, в принципе, перебираться как на Б5, так иногда и на С2. Тут интересные продолжения могут возникать. Винит решил уничтожить коня. И вот после такого размена белые получают виды по линии Б. И, в общем-то, присмотревшись к этой позиции, надо отметить, что все-таки идея коня А3 весьма ядовита. У черных здесь немало было продолжений. Но ни одной из них в ближайшем рассмотрении, во всяком случае, не дает полного равенства для черных. И уже сейчас можно отметить, что позиция весьма богата на идеи. В этой ситуации Винит решил сыграть ферзь Е7. Отмечу, что также был ход и Ж5, опять-таки, который несколько компрометирует структуру. Но в то же время, после рокировки, также был еще ход к Ладе Б1. Возникла одна из таких критических позиций, где Винит осуществил достаточно сомнительный маневр, сыграв конь Б8. Сказать сложно, насколько опасно было делать рокировку, но после рокировки могла партия развиваться следующим образом. Белые бы играли в Ладе Б1, имеет смысл пешку Б7 взять под контроль, таким образом создавая неприятности. И для черных сейчас, после Ладе Б1, сложно найти хороший какой-то маневр. В Ладе Б6 играть не хочется. А вот, скажем, если играть конь Д8, такой типовой перевод коня в район поля Е6, белые тогда играют в Д4, и здесь могли возникать подобные варианты. Конь Е6, например. И брать на Е5 смысла никакого нету, потому как черные получают хорошую игру. Но здесь есть крайне сильный ход Ладе Б5, который создает страшное давление на Е5. И теперь белые уже готовы на любую совершенную реакцию забирать на Е5, в том числе даже на ход С6. Белые развивают сильнейшую инициативу ходом ДЕ. Ну, в общем, такая вот интересная Ладья. Здесь вот такие варианты могут возникнуть, где белые разрушают позицию черного короля и впоследствии получают страшную атаку. После хода в партии, который случился, Даня, конечно же, играет Д4, играет по центру. Нужно развивать инициативу. Конь Б7, черные обязаны держать под контролем центральные поля. И Ладья Б1. Сыгран, опять-таки, очень активно и правильно. То есть теперь черный, по сути дела, обязан играть с Ж5, потому как в случае короткой рокировки белые могут позволить себе даже подобные маневры, как конь Д2 с идеей в 4 вполне возможным. Или просто Ладья Е1, то есть добиваясь достаточно солидного позиционного преимущества. После Ж5, слон Ж3 и конь Б3-4 возникла принципиальная позиция. Ферзь С2, критическая позиция, где Видит осуществил ошибку. Он сыграл Ф5. Ф5 ход оказался просто неудачным и, по сути дела, партию должен был, скорее всего, проигрывать. Но что могло случиться в случае конь Б3 с Ж3, мы сейчас с вами обсудим. Конь Ж3, этот ход был правильный. В этом случае белые бьют не пешкой к центру, а именно вскрывают еще линию Ф. Таким образом, создавая вот такую серьезную интригу. Мы видим, что при случае пешка на Ф7 попадает под раздачу. Короткой рокировки, конечно же, нету, так как сразу же вырыв Ферзя на Ж6 произойдет. И здесь у черных, пожалуй, единственный ход – это ход конь Б6, который держит позицию. И партия могла протекать следующим образом. Слон Б5 шаг, например. Слон Д7. Ну и здесь у белых тоже большой выбор, богатый. И одна из таких возможностей – это взятие на Д7. Ферзь Бюд Д7. Ну и здесь, опять-таки, выбор между Дея и интересным Р1-ом, опять-таки, ходом С4, который создает угрозу С5. И по большому счету здесь, как говорят, черт ногу сломит. Объективно, белые везде стоят надежно. Несмотря на то, что у черных лишняя пешка, партия, в общем-то, могла вот таким вот образом протекать. Ж4, С5, например. Конь Д5. И, скажем, Ферзь Б3. Здесь после Ферзь С6, Конь Д2 создавался действительно полный хаос. И с ходами не так просто вообще определиться. Потому как у белых масса возможностей. Что делать с королем, опять-таки? Может быть, все-таки уходить в короткую сторону. Тогда идея Конь Е4 возникает с ударами на Д5. В общем, действительно такая вот сложнейшая активная борьба. Видит все-таки шахматист более позиционного стиля. И, конечно, для него желательно было создать позицию более стабильную, чтобы как раз-таки сдержать вот эти вот атакующие порывы Дани. И он, в общем-то, решил сыграть по-другому. И вот ходом Ф5 возникла ситуация, в которой, по сути дела, белые должны были решать ее очень быстро. Ладья Е1. Четкий ход. Мы видим, черные отстают с очень сильного развития. Белые создают простейшую угрозу взятия на Е4. И позиция переходит к форсированной стадии. Конь Б3. Черные обязаны играть. А Ж. Висит пешка на Ф5. Опять-таки рокировки нигде нет. Е4. Конь Д4. Впоследствии белые сыграли. То есть, сыграли Ж4 на разрыв пешечной структуры центра. И здесь, после хода конь С5, конь Д4, возник вот такой вот еще один критический момент, где видит, находит все-таки единственное продолжение. Играет ладья Ф8. Хотя ход крайне, опять-таки, опасен. ЖФ. И остается совсем чуть-чуть до победы. Однако, еще не все так просто. Слон бьет Ф5. И наносится колоссальный удар на Б7. Классный ход. Идея в том, что на конь Б7 последует важный шаг на Б5. И теперь выясняется, что нет хода король Д8 за ходу конь С6. А на слот Д7 ладья бьет Е4. Белые добираются до короля. В том числе на короле Ф7 развал происходит мгновенно. Все фигуры падают и белые должны матовать. Ну, как матовать? Конечно, здесь еще борьба продолжалась. Ферзь Е5, конь А6, скажем. Король G7. Ну, в этом случае белые такую страшную атаку бы развивали с видами на матовые концепции. Король открыт. Ну, может быть, черный еще как-то держится. Ну, с виду это крайне опасно, конечно. И ввиду этого видит, находит правильное решение. Ладья Ф6 прикрывает таким образом поле С6. И вот здесь, в этой позиции Даня ошибся. Ошибся серьезно, после чего партия перешла в равную позицию. Форсирована. Опять-таки вся партия практически форсирована. Он сыграл ферзь Б1. Но тот ход оказался неудачным. Как говорят, иногда заигрался. Здесь надо было спокойно убрать ладью на В5, создавая напряжение. Продолжая держать под контролем короля черного. И очень сложно найти сейчас какое-то хорошее продолжение. Так как угроз со мной стороны как бы и нет. Но на самом деле у черных не так много ходов. Ну, скажем, если они сыграют ладья Д8, то после, скажем, ладья бьет А5, белые получают просто выигранную позицию. То есть все фигуры у них активнее. У них появляется еще и лишняя пешка. Ну, в общем-то, король черных явно не в форме. После С6, пожалуй, на ладья Б5 надо выгонять ладью с пятого ряда. Ну, белые тогда продолжают ладья Б6. И на слон Д7 уже пассивно черным приходится вставать в оборону. Здесь уже можно было продолжать ферзь Б1, захватывая линию Б. И, в общем-то, инициатива белых бесспорно. Сыграв ферзь Б1, партия перешла к следующему продолжению. Конь Б7, ферзь Б7. И здесь уже не хватает материала для того, чтобы перехватить инициативу. Опять-таки, конь Ф5, ладья Ф5. Пришлось играть именно так. Уже времени было не так много. Ладья Е4, ладья Д1, король Х2. И все вело, партия сводилась к тому, что сейчас должна была она закончиться вечным шахом. Ферзь С6, король Д8, шах на А8, король Д7. Шах, опять-таки, на Б5, король Е6. И вот здесь был важный момент для Дани, который он, к сожалению, просмотрел. Ферзь С8, шах, король Ф6, ферзь Х8. И на короле Ф5 Даня ошибся очень серьезно, сыграв Ф3, пропустив элементарное взятие. И выяснилось, что черный король скрывается за своей ладьей. В случае Ф3, король Д2, Ф2, король убегает на С1. И черные следующим ходом дают фатальный для белых шах. На этом партия бы завершилась. Партия завершилась после хода С6. Сейчас мы этот момент посмотрим. И, в общем-то, матовые угрозы, созданные Ведитом, казались, как сказал, фатальными. Что же надо было сделать? Был единственный момент, который как раз-таки Даня упустил. Это тактический шах на С8. И выясняется, что черным невыгодно брать ладью на Е4, потому что в этом случае белая мотует. Дается шах, король Д5. И, конечно же, не ферзь Д1, а очень красивая такая упаковка в центре доски, где белые бы уже радовались жизни. Ну, вот, в общем-то, был такой момент для него. И здесь, пожалуй, черным приходится возвращаться либо на Ж6, либо на Ф6. И тогда вечным шахом партия бы завершалась ничью. Очень обидное, конечно, поражение для Даня. То есть, и вел он партию очень вдохновенно. И старался. И, в общем-то, ярко в своем фирменном стиле играл. На радость зрителям. Но так случается, что будем надеяться, что он все-таки в хорошем настроении, как и после первого тура, уйдет на, скажем, он небольшой отдых и вернется завтра с новыми силами, станет сильнее.